Сегодняшний наш семинарчик будет посвящен вопросам использования PX-ы загрузки для установки апгрейда сервера VMware ESXi-65. Идея моя была очень простая, собственно, она была навеяна курсами, которые у нас проходят в учебном центре. И частенько очень, когда шли курсы, возникали вопросы, связанные с установлением гипервизоров. Мы в курсах используем не один гипервизор, мы используем их несколько штук. И, собственно, людям приходилось повторять одни и те же действия множество раз с одними и теми же настройками. И вот, собственно, я задумался, нельзя ли каким-то образом это дело все автоматизировать. Но, естественно, не с учетом и не опираясь именно на курс, потому что понятно, что если у нас в виртуальной среде это все делается, как мы это проходим в курсе, то можно просто было готовых виртуалок наделать, людям дать скопировать и все, собственно, все готово. Естественно, цель была рассмотреть ситуацию, которая могла быть применена именно на практике. То есть в обычной ситуации, когда у вас классические сервера, никакая не виртуальная среда и так далее. Ну и, собственно, что я и проделал. Изначально я не планировал, собственно, делать слайдики, потому что хотел чисто продемонстрировать на практике, как это выглядит все, показать вам. Но, тем не менее, все-таки один слайдик я сделал для того, чтобы было понятно вообще, о чем идет речь, на базе чего все это строится и так далее. Много теории не буду, чтобы было, что называется, интересно, потому что теория, конечно, важна, но иногда, если ее слишком много, хочется откровенно спать. Смотрите, ситуация какая. Я за основу взял абсолютно открытый источник информации с вендора, с сайта VMware. Я даже здесь ссылочку привел на тот файл, который я скачал и который, собственно, я использовал для того, чтобы создать ту среду, в рамках которой все и будет, собственно, демонстрироваться, устанавливаться, разворачиваться и так далее. В основе этой технологии, как уже, собственно, понятно из названия, это PX-загрузка. То есть у нас есть сервер, ну или сервера, если их много, которые настроены на загрузку по сети. Для того, чтобы это все работало, необходимо иметь DHCP-сервер, который, собственно, и будет первым встречать нашего клиента и предоставлять ему IP-адрес, а также информацию для загрузки, где находится TFTP-сервер, какие файлы с этого TFTP-сервера загружать. Затем наш сервер ESXi, обращаясь уже к TFTP-серверу, на основе информации, полученной от DHCP, обращается и получает данные по загрузке, то есть начинает процедуру загрузки. У нас это все на TFTP в конфиг-файлах прописано. Ну и дальнейший процесс, он, собственно, проистекает исходя из того, каким образом у вас сконфигурировано процесс установки операционной системы. Ну и для того, чтобы было вам интересно, я, что называется, продемонстрирую, покажу все этапы. То есть начиная с такого, самого, наверное, простого. Это похожая на классическую установку процедура установки операционной системы, просто загружаясь по PX, но при этом все шаги ручные мы будем делать. Затем это будет автоматизированный вариант, потому что есть возможность подгружать, используя так называемый kickstart script. Это тоже в документации все описано, но, собственно, я ее тоже здесь подгрузил, показываю. Никаких секретов нету, все это открытая информация, взятая с, опять же говорю, с сайта VMware. Просто передо мной такая практическая задача встала, как это все автоматизировать. Ну и, собственно, здесь прям по шагам прописано, что вам нужно. TFTP-сервер я скачал, взял абсолютно бесплатный, свободный TFTP-сервер. FTP-сервер взял для того, чтобы конфиг-файлы подгружать вот эти вот скриптики. FTP на основе Microsoft взял, тот, что в курсе используется. Ну, собственно, все достаточно просто. Здесь идет инструкция, как это все конфигурируется. Но я сейчас в детали вдаваться не буду, потому как, если кто захочет у себя все это организовать, берет, просто качает с сайта VMware и все это дело будет. Здесь прям по шагам, опять же, прописано, что делать, куда, в какие директории складывать. Ну, давайте я продемонстрирую, что у меня было сконфигурировано. Собственно, TFTP-сервер, вот он, я его скачал, запустил. FTP-сервер нужен будет для того, чтобы передавать информацию с конфиг-файлами. Тоже покажу, как все это выглядит. Для этого я использовал файл ZILA-сервер. Ну, собственно, я поэтому и брал такие вещи, чтобы все было доступно, легко реализовывалось и, собственно, воспроизвести этот стендик не было никаких сложностей. Значит, как все это будет выглядеть. Смотрите, я установил TFTP-сервер и в рамках TFTP-сервера, здесь это тоже хорошо, очень видно, вот. Указал, что стартовая директория – это директория ESXi, вот она. Здесь находятся дистрибутивы, я туда дистрибутивы скопировал, взял просто-напросто изошник инсталляционный и распаковал его вот сюда. Это 6.5 и 6.7. Здесь есть также директория, в которой находятся конфиг-файлы, я тоже о них расскажу, которые мы будем использовать для загрузки и для работы установки. Ну и, собственно, сам стартовый загрузочный файл, который, опять же, согласно документации, я не стал изобретать, что называется, велосипед. VMware предлагает использовать PX и Linux. Собственно, тут версия, все указано. Загружаете, ставите и используете. Естественно, в DHCP-сервере, давайте тоже покажу, DHCP-сервер я изначально не открывал, но, тем не менее, я это все продемонстрирую. В DHCP-сервере у меня прописаны параметры загрузки, то есть у меня ссылочка на файл-нейм PX Linux.0 и, собственно, сам сервер. Это сама же эта машина, с которой мы и грузимся. То есть как будет это выглядеть? У меня будет загружаться машина, DHCP-сервер ей предоставляет информацию о том, где находится TFT-сервер, какой файл стартовый загружать. Собственно, у нас идет обращение к TFT-серверу. Стартовый файл грузится вот этот вот. Согласно, опять же, документации, в каталоге PX Linux.KFG находятся конфиг-файлы. Которые будут использоваться для того, чтобы конфигурировать уже сам процесс установки. И первый файлик, который я, собственно, открою и покажу вам, это файл Default. Я его открою вам из блокнотики. Вот он тут подготовился специально, чтобы время сэкономить. Здесь организовано так называемое boot-меню. Процесс, ну, собственно, этот файлик тоже можно найти в интернете. Ну, и самому написать, он тоже в документации описан, ничего сложного там нет. То есть указано, какая будет, соответственно, платформа загружаться прежде всего. То есть вот здесь вот дефолтная система. Соответственно, у меня будет три варианта загрузки. Это, если мы говорим именно об установке, это будет установка ручная. Это будет установка автоматическая. Вот. И процедура апгрейд. Ну, мы, собственно, все эти шаги проделаем. Значит, смотрите. Опять же, согласно документации, как выглядит ссылка на установку операционной системы. В EMV написано, нужно взять дистрибутив, положить его на FTP-сервер, ну, там, в какую-то папку и дать ссылочку на вот эти два файла. В файле boot.cfg указаны, собственно, объекты, которые будут загружаться. Если я его открою, давайте, я вот специально тоже подготовил, просто открою, вот, дистрибутив. Дистрибутив стандартный ESXi. Я его найду, как и вы его найдете легко у себя в любом дистрибутиве 6.5, 6.7, какой вы там используете. И вот здесь вот он имеет вот такой вот вид. Почему я его открываю? Потому что вам нужно будет перед тем, как, собственно, приступить к установке, внести некоторые изменения вот в эту строчку. А именно, опять же, вот в документации это тоже указано. Я почему так подробно, чтобы вы потом не, ну, натолкнулись на пространство, связанное с тем, что у вас почему-то не загружается, не работает и так далее. Вам нужно будет удалить символы, если это тоже все расписано, вот, в папочке. Ну и давайте я покажу, как это будет выглядеть. На самом деле там нужно просто слэш убрать. И все. Давайте, секундочку. Вот у меня есть символ, вот этот вот он, вот он, вот он. Еще раз, это не я придумал, это все в документации указано. И вот этот вот будка FG вам нужно модифицировать. Я, естественно, все это скопировал в каталог. Давайте откроем. И этот будка FG модифицировал. Вы видите, здесь слэшей нету, то есть знак отделения. Все остальное без изменений. Ничего менять не надо, абсолютно. Все точно так же. Только вот этот знак убирается. Начнем мы, собственно, работу с ручного варианта установки. Ну и давайте, чтобы у нас параллельно этот процесс шел, потому что он тоже занимает некоторое время. Я подготовил здесь, давайте вот так покажу. Я подготовил несколько машин. ESX-1, 2, 3, auto-install, назвал и мануал. То есть ручная установка автоматическая и три сервера. Ну, собственно, по ходу будет понятно, для чего они все нужны. И первый сценарий – это ручная установка. Я включаю виртуальную машину. Виртуальные машины все абсолютно одинаково настроены. Идет загрузка. Появляется вот такое меню. Вы выбираете то, что вам нужно. Если, соответственно, вы ничего не выбираете, вы видели, что по дефолту у нас загрузка локальной операционной системы, что понятно, удобно. Когда вы на практике у себя на сервере настроите загрузку, естественно, сервер будет с этой загрузкой находиться в постоянном состоянии. И каждый раз устанавливать что-то на него, оно будет, наверное, неправильно. В нашем случае мы выбираем ручную установку. И идет процесс загрузки инсталляционных объектов с нашего сервера. Это хорошо очень видно, давайте я это тоже покажу, вот прошел процесс, это хорошо очень видно на FTP-сервере. Но я специально не отключал логи, чтобы можно было наблюдать процесс загрузки. Вот такой вот режим установки, он ничем не будет отличаться от классической установки, которую мы делаем на курсах, или которые вы делаете у себя на работе, когда берете классический дистрибутив, берете, не знаю, там флешку загрузочную, диск загрузочный и просто устанавливаете. Вот здесь вот ничем не отличается. Ну, разве что вот вычет, что загрузка идет по сетке. То есть все шаги, это принятие лицензионного соглашения, это конфигурирование параметров, прописывание паролей, определение жесткого диска, на который будет идти установка, все делается вручную. То есть, еще раз, ничем не отличается. Ну, пока идет установка, я, собственно, поясню, чтобы время немножко ваше сэкономить, потому что процесс тоже небыстрый. Смотрите, чем, собственно, отличается автоматизация от установки в ручном режиме? Отличается она буквально, вот если мы вернемся к нашему конфигурационному объекту. Отличается она наличием вот такого вот скрипта, который можно загружать. Как вы видите, как с FTP сервера, так, собственно, и с любого другого источника, тот же самый HTTP подойдет. То есть, смотрите, вот ручная установка, это просто прописывание стартового загрузчика, конфигурация, откуда все это будет устанавливаться. Ну, то есть, еще раз, классическая установка, обычный вариант. Установка уже, опять же, ссылается на тот же самый дистрибутив, здесь ничего не меняется, абсолютно все одинаковое, но здесь указывается ссылочка на файл конфигурационный, который лежит на FTP сервере, его название, который в процессе установки будет подгружаться, и согласно настроек этого файла будет идти установка. Я вам сейчас покажу содержимое этого файла. Вот он. Этот файл, по сути, это обращение к командной строке, и здесь вы можете сделать абсолютно все, что вы можете сделать в командной строке, используя классический SSH, допустим. Ну, начинается все с принятия лицензионного соглашения и установки операционной системы. Обязательная установка, потому что есть еще апгрейд, мы до него дойдем, здесь может вместо флова install быть слово upgrade, и тогда у вас будет апгрейд операционной системы, указывается первый диск и принудительная перезапись в МФС раздела. Чуть ниже идет указание, какой пароль прописывается в системе. Если нужно, здесь есть специальные ключики, они тоже в документации указаны, которые, к примеру, можно использовать для прописывания серийных номеров и так далее. Чуть ниже идет настройка сети. В нашем случае мы на первых парах будем использовать DHCP, то есть каким образом в МВаре наш получит IP-адрес. В нашем случае по DHCP серверу. Вот дальше идет уже кастомизация. То есть запускается скрипт, который что-то может конфигурировать. Опять же, что это ограничивается только вашей фантазией и вашими возможностями в командной строке. Здесь продемонстрированы такие безболезненные изменения. Это активация сразу SSH, оболочки, ESXI Shell, SSH включается. Ну и я включаю здесь параметр работы процессора, режим High Performance. Он изначально стоит в балансированном режиме, я High Performance. Также видно, что я принудительно отключаю поддержку IPv6 и переименовываю локальное хранилище. Ну и если помните, после установки сервера изначально локальное хранилище имеет название Datastore 1. Ну а я его переименую в Local Storage. Так, давайте мы посмотрим, что у нас там идет. Вот классическое окошечко. Ну здесь я не буду комментировать. Я думаю, те, кто давили не раз, прекрасно знают, собственно, что здесь происходит. Прописываю пароль для установки системы. Хорошо видно, что все шаги я проделываю. Все, идет процесс установки. А мы с вами сейчас как раз и посмотрим, как можно автоматически установить гипервизор. Значит, еще раз, смотрите. Я в процессе загрузки выбираю вариант загрузки автоматический. Он ничем не отличается от первоначального стандартного варианта ручной установки. За исключением того, что идет обращение к FTP server и разгружается этот скрипт. Вот он. Config file. И давайте я автоматически вот этот вариант вам продемонстрирую. Выбираю автоматик инсталлейшн. И процессор точно так же запускается. Если он тоже у нас параллельно идет. В этом случае никаких вопросов нам задавать установщик не будет. Потому что все ответы у него есть. Что ставить, куда ставить, на какой диск ставить, какой пароль будет у системы. То есть все-все-все сконфигурировано. Более того, после установки, мы это естественно проверим, будет переименовано локальное хранилище. И ряд параметров будет изменены. Согласно, еще раз говорю, вот этой вот конфигурации. По завершению действия система будет принудительно перезагружена. И мы получим наш гипервизор согласно вот этих вот параметров. То есть пароли, ну и так далее. Это, кстати, будет так же хорошо видно. Будет обращение к типе сервера. И мы увидим, что идет загрузка этого конфиг файла. В результате мы получим готовую систему. Процесс. Тут немножко подождать. Ну, я, собственно, вам демонстрирую не какое-то там обрезанное видео, которое, ну, можно там смонтированное на ютубе увидеть. У меня все вживую идет, поэтому немножечко придется потерпеть. Процесс установки идет вживую. Без всякого монтажа. Уже видно изменения. Здесь у меня просто перезагрузка. Это вот вручной режим. Старый добрый классический сценарий. Собственно, я к нему потом вернусь еще, когда мы будем делать апгрейд. Так, ну и пока идет установка, тоже немножечко поясню, для чего и что мы будем делать с другими машинами. Все, опять же, достаточно логично. И следующий шаг, который, ну и вопрос, который у меня возник. Вот, кстати, идет загрузка файлика. И это будет отражено здесь. Вот будет идти, соответственно, здесь вот комментарий по поводу задействования этого механизма и запуск скрипта. Так вот, я продолжу свою мысль. Когда мы с вами получим в итоге сервер, то у этого сервера, который устанавливается в режиме автоматической установки, как вы видите, нет вообще выбора вариантов, к примеру, как его назвать, какой будет IP-адрес у этого сервера. То есть у него настройки все унифицированы. И нельзя эти настройки привязать к конкретной машине. Что для некоторых, ну, будет неприемлемо. Потому как иногда нам нужно, чтобы сервер выполнял какую-то конкретную функцию, был настроен определенным образом. При этом другой сервер может быть настроен немножко по-другому. Вот этот вот вариант, он не предусматривает такого подхода. Установка у нас типизирована. То есть вам надо поставить 20 серверов, одинаковых ставить. У всех будет DHCP IP-адрес. Все будут сконфигурированы. Да, удобно. Но, еще раз говорю, иногда нужна кастомизация. И вот следующий шаг, который я продемонстрирую, это как раз шаг, посвященный уже непосредственно кастомизации. Каким образом можно сделать кастомизацию? Тут, прежде всего, конечно, возникает вопрос, а как один сервер отличить от другого сервера? То есть понятно, что у меня задача на один сервер поставить нечто одно, а на другое – нечто другое. К примеру, прописать IP-адрес уникальный, имя сервера уникальное, ну и так далее. И ответом, конечно, этот вопрос является вполне разумная вещь. Это некий отличительный, уникальный признак одного сервера от другого. И таким признаком является MAC-адрес. Так как MAC-адрес является уникален, и для каждого сервера неповторим, собственно, за основу был взят именно этот подход. Каким образом использует это загрузчик, который мы здесь установили и задействовали? Используется он следующим образом. Для машины записывается конфиг-файл, в имени которого указывается MAC-адрес этой машины. Но если присмотреться, то здесь MAC-адрес несколько длиннее, чем мы привыкли его видеть. Здесь вначале лишняя одна, блок, скажем так, 0.1. Опять же, это не я придумал, это все в документации отражено. Вот здесь вот есть это все. Вот эта информация, она, то есть обязательно нужно добавить 0.1. Вот здесь вот, специально прямо на этой части остановился. Далее указывайте MAC-адрес. Но тоже будьте внимательны, MAC-адрес указывается вот именно в таком формате, то есть тире. Потому как если мы с вами возьмем, к примеру, каким образом он указывается на виртуальной машине, то там он в несколько другом виде будет. Нам нужно именно через тире. Все, процесс почти завершен. Так вот, я для простоты реализации сделал следующую вещь. Я для каждой машины руками прописал MAC-адрес. Еще раз. Понятно, что когда вы будете это делать у себя на предприятии, вы просто выписываете MAC-адреса ваших серверов. И этого достаточно. Прописываете конфиг-файлы для каждого MAC-адреса. MAC-адреса у меня отличаются только последним значением. Вот, 0.1. 0.2, ну и так далее, 0.3. Смотрите, вот они, эти конфиги. Что делает, соответственно, загрузчик? Как по Excel-Linux в этом случае работает? Он работает в данном случае безальтернативно. То есть, если у вас к нашему серверу обращается сервер, ну такая-то автология, да, к FTP-серверу обращается физический сервер, и MAC-адрес его прописан здесь, то сразу считывается именно этот конфиг. Не дефолтный, а именно этот. Если не будет вообще никаких файлов, то работает дефолтный. Что из себя содержит этот конфигурационный объект? Он, собственно, содержит всю ту же самую информацию, которую мы с вами видели в дефолтом вот таком загрузчике. То же самое, прям один в один. Ничего тут нового нет. Вы могли это сделать, вот этот такой вариант, конечно, просто дописав сюда, указав, да, допустим, такой-то MAC-адрес, такой-то, вы знаете, какой сервер у вас грузится, и вы просто выбираете это из списка. Этот же вариант хорош тем, что он полностью автоматизирован. Ну, сейчас вы это увидите. Закрывается уже ESXi-1 конфиг файл. Ну и, соответственно, в следующем файлике будет загружаться ESXi-2. Вот он. В следующем будет загружаться ESXi-3. Да, может поначалу показаться несколько так, ну, утомительно, все эти конфиги прописать, но по-другому не получится. Если хотите автоматизацию, то надо немножко набраться терпения. Разок это сделать, поверьте, это на самом деле не так сложно. И зато потом уже вы никаких проблем испытывать не будете, можете разворачивать машину в любом количестве, сколько хотите. Что из себя представляет уже этот файл? Здесь я позволил себе несколько больше настроек. Сейчас мы это тоже увидим. А именно, давайте я продемонстрирую. Вот они, файлики все эти. КФГ. Смотрите, что я сделал. Ну, во-первых, здесь в начале точно так же идет лицензионное соглашение, идет установка, первый диск, принудительная перезапись раздела. Вот, пароль прописывается. Кстати, вот серийный номер можно прописать, это закомментировали. Перезагрузка идет. И далее уже, если вспомните, вот первый вариант. У нас здесь идет нетворк, вот, DHCP. Здесь же у нас идет статический, то есть не DHCP, а написано static. И идет, соответственно, уже непосредственная информация по конфигурированию устройства во именик 0, то есть это нулевой интерфейс. IP-адрес первый, ну, потому что сервер первый, адрес у него будет первый. Шлюз прописывается, DNS прописывается и имя сервера прописывается. Далее идет сам скрипт. Ну, собственно, здесь я сделал то же самое. Идет загрузка, ну, установка и конфигурирование сразу в рабочем режиме SSH и оболон. Опять же, high performance. Ну, собственно, я ничего не делал. Отключаю IPv6. Ну, только не подумайте, что IPv6 я вижу как плохой протокол и везде его отключаю. Это демонстрация. Если вам IPv6 нужен, понятно, что вы просто комментируете эту строчку и ее не используете. А вот далее смотрите, что я делаю. Я переименовываю datastore не просто на некий local storage, который, опять же, был бы одинаковый для всех серверов, если бы просто использовал автоматическую установку, как и в этом случае. У меня здесь уже идет кастомизация. И я на первом сервере хранилище называю ESX-1. Далее идет использование, опять же, командной строки. Кто был на курсах по VMware, наверное, знает, ну, или в практике использовал. Есть очень хорошая команда ESX-1, которая позволяет, к примеру, создавать... То есть я не просто устанавливаю сервер, я создаю коммутатор. Я создаю порт группы. Я, соответственно, для этого коммутатора прописываю апплимент. Ниже у меня идет процесс создания на хранилище ESX-1 под папки ISO. Идет загрузка с FTP-сервера дистрибутивов. Здесь вы можете, собственно, фантазировать без границ. Вы можете сразу, используя этот механизм, этот подход, к примеру, дистрибутивы заменить на виртуальные машины, шаблоны. То есть вы можете сразу же в процессе установки подгрузить все то, что... Здесь, кстати, можно и HTTP использовать. Это никаких проблем. Вы сразу же создаете каталог, загружаете все, что вам надо. Чуть ниже, если перед... Ну, опять же, перед вами стоит такая задача, и вы, к примеру, сразу копируете готовую виртуалку с некой библиотеки. Вы ее сразу можете зарегистрировать. То есть, опять же, ограничения вот у вас здесь, они только вот, ну, я не знаю, вашим желанием, вашей фантазией. Ну и давайте посмотрим, как это будет выглядеть тоже. Ну и заодно, вот, у меня, вы видите, машина установилась, я ничего не делал. И эта тоже машина сконфигурировалась. Так как это в ручном режиме конфигурировалось, если помните, самый первый, я IPv6 не отключал. Вот он у меня здесь светится. Здесь же машина, соответственно, уже без IPv6. Ну и давайте, прежде чем мы приступим к первым трем серверам, я подключусь к серверу. Так, у меня там адрес 62. И мы посмотрим, что он из себя представляет. Так, что здесь было 16.062. Пароль тоже прописался автоматически. Да, тут можно, конечно, говорить на тему, что это не очень секьюрно, что пароль в открытом видео так в конфиг файлах лежит. И я не буду спорить, я согласен, что это не всегда хорошо. Но никто не мешает, потом его вам, собственно, поменять. Обратите внимание, у меня сразу появилось уведомление о том, что у меня СССР включен. Точно так же можно сразу проверить быстренько настроечку, связанную с Power Management. Вот High Performance стоит. Изначально стоит балансированный режим. Ну и можно посмотреть, что локальное хранилище теперь имеет название Local Storage. То есть все было сделано скриптом. Вот если я сейчас подключусь к машине, которую мы устанавливали в ручном режиме, то всего этого мы там не найдем. То есть вот эта вот 60-я машина. Там все будет обычно, как это мы видим при классической установке. Здесь пароль мы прописывали в процессе установки. Вы видите, что никакого здесь предупреждения о том, что у меня включен СССР нет, потому что он действительно не включен. Локальное хранилище у меня не переименовано. Ну и соответственно других настроек никаких не по сетям, ничего нет. То есть коммутатор стандартный, единственный, ну и так далее. Ну и теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть установка первых трех серверов, для каждого из которых прописана полная автоматизация установки. Без всяких меню, без всяких там уведомлений. И запускаю первую машину. Идет сразу, как вы видите, загрузка. Никакого boot-меню не появилось. Вторую машину следом. ТВ-ТП ответит. Посмотрим, что там происходит у нас. Идет процесс. Так, второй пошел. Ну и третий. Сервер. Здесь чуть дольше придется подождать, потому что здесь помимо конфигурирования будет идти еще и процесс копирования дистрибутивов. То есть еще раз смотрите, что можно делать. Можно не просто полностью настроить сервер. Здесь я уже не стал писать. Как вы понимаете, здесь можно легко использовать тот же самый ESX CLI. Установить, подключить, настроить ASCase, ASCase интерфейс. Подключить внешние хранилища. Смонтировать разделы. Все сделать полностью за скриптом. То есть вы запускаете у себя загрузку сервера, выбираете режим, который вам полностью ваш сервер сконфигурирует. При этом, если кто опять же был на курсах, наверное, знает, что есть механизм auto-deploy у VMware. По сути, делает практически то же самое. Он позволяет вам то же самое по сети разворачивать установку, конфигурировать, настраивать, все делать. Очень удобно. Ну, за исключением одного маленького нюанса, что этот механизм доступен только в Enterprise Plus лицензии, которые, к сожалению, у всех есть. А этот вариант установки вы можете использовать, по сути, с любой машиной. Никаких проблем, никаких ограничений у вас нет. Так, ну идет процедура установки. Так, ну, как вы понимаете, это будет напрямую зависеть от производительности вашей сети, от того, как настроить FTP. То есть чем быстрее у вас будет инфраструктура, тем быстрее у вас все это будет разворачиваться. Так, давайте я, наверное, вот этот вот вариант выключу пока, чтобы немножко ресурсов освободить, потому что у каждой виртуалки здесь по 8 гигабайт оперативной памяти выделено. Нам будет нужна в последующем только вот эта машина, ну и три предыдущих. Как вы видите, идет процесс загрузки конфиг-файлов. Вот он, ESXi3 загрузился. ESXi1 загрузился. Еще раз, никаких сложностей здесь нет. Достаточно простой, как вы видите, на самом деле, очень простой конфиг-файл. То есть ничего сложного нет. Самое главное, это вот, собственно, знакомая командная строка. Все то, что есть в VMware, в ESXi, все можете использовать. Сейчас дойдет до этапа запуска скриптика. Именно вот вопросов загрузки вот этих файлов, конфигурирования этого. Мы все это увидим, опять же, на FTP-сервере. Как всегда, ждать долго. Немножечко уже подлагивает, потому что ресурсов мало. Так, ну, пока процесс идет, то, собственно, мы его никак не ускорим и на него не повлияем. Давайте я демонстрирую вам еще один конфиг-файл, который мы задействуем последним в нашей демонстрации. Это апгрейд. Значит, чем отличается апгрейд-файл от файла установки? Вот есть файл установки, есть апгрейдный файл. Файл апгрейда, он отличается только словом, собственно, апгрейд. Вот если мы посмотрим на файл, вот он, классической установки, автоматизированный. Install first disk override vmfs. Вот, если мы посмотрим на апгрейд, то у нас здесь идет слово апгрейд first disk. То есть апгрейд ставить на первый диск. После этого тоже можно некоторые внести изменения. Я здесь специально меняю параметры, потому что, если помните, у нас в ручном варианте установленного сервера ESXi не было сделано никаких настроек, все по дефолту. Здесь же я поменяю параметр high performance, поставлю high performance. И после этого у нас будет обновленный сервер. Опять же, полностью вся процедура автоматизированная, никакого вашего участия не нужно. Понятно, что в процессе апгрейда сервер будет перезагружаться, и на момент установки обновления он не сможет выполнять свои, скажем так, обязанности. Виртуальных машин на нем не должно быть. Опять же, если помним, апгрейдить можно и используя апдейт менеджер. Есть вариант обновления, используя апдейт менеджер через vCenter. Но опять же, здесь нюанс в том, что, во-первых, должен быть vCenter у вас, а это тоже не всегда доступно, потому что иногда люди используют бесплатные редакции депривизоров. То есть ESXi free, такой свободный. Соответственно, кому-то может потребоваться и такой подход. Опять же, берем доступные свободные инструменты и разворачиваем эту процедуру. Так, давайте посмотрим, что идет у нас тут. Процесс конфигурирования. Давайте вот я на вопросы потом отвечу. Я вопросы ваши вижу и потом тоже на них отвечу обязательно. Вот здесь уже, видимо, работнулось. Здесь тоже процесс идет. Вот здесь уже, видимо, работнулось. Ну, как только сейчас сервер загрузится, ну, в данном случае первый. Я, естественно, не стал копировать на все сервера, чтобы, опять же, время ваше не тратить. Я думаю, смысл понятен. Сейчас первый сервер загрузится и начнет исполнение скрипта. И мы увидим, что идет загрузка файлов, дистрибутивов. Напомню, это может быть и виртуальная машина. Все, что хотите. Это могут быть и те же самые скрипты. То есть, ну, пожалуйста, можно грузить все, что угодно. Можно таким образом распространять данные, копировать. То есть, сервер в конечном итоге получается полностью сконфигурированный, полностью готовый к работе. Вплоть до зарегистрированных машин, хранилищ, настроенной сети, привязанных машин к этой сети. То есть, ну, полностью настроены. Ну, собственно, вот он, Kickstart запускается. Идет вот процесс загрузки. В данном случае сейчас download идет дистрибутива 12-го сервера. Ну, тот, собственно, который мы в курсе используем. Другие сервера этого не делают, поэтому они будут готовы быстрее. Редактор субтитров 15-го сервера. Если эти машины закрутятся, мы к ним подключимся и посмотрим их настройки. Правильно, наверное, не если, а когда закрутятся. Потому что они закрутятся в любом случае. Сервер скопировался, дистрибутив, ну и я вторым дистрибутивом указал, собственно, сам изошник ESXI 6.5. Вот он тоже загрузился. И, собственно, на этом процесс даунлоуда он был завершен. Так как в конце отработки скрипта, давайте я еще раз это покажу, мы с вами видели, что здесь вот, да, конфиг файла, идет процедура перезагрузки, то вполне объяснимо, что после того, как он все эти действия сделал, он перезагружается. Это абсолютно нормально. Помните, что некоторые изменения, в частности, вот такие вот, они в обязательном порядке требуют ребута. Поэтому не все можно сделать, многое можно сделать, но не все можно сделать без перезагрузки. Ну, собственно, вот видно, что второй сервер загрузился. Мы видим, что прописано имя, мы видим, что прописан IP-адрес, аналогично здесь. Мы можем к нему подключиться. А если вы к этому времени еще и подготовите свой DNS-сервер, в котором это все будет прописано, то вы можете использовать уже для подключения работы имена. Ну, мы здесь также видим, что SSH активирован, он работает, собственно, уведомление об этом. Тут же Power Management, High Performance стоит. Хранилище. ESXi-2, вот у нас сейчас второй сервер. Мы подключились ко второму серверу ESXi-2. Вот, если мы посмотрим в сетях, что произошло, обратите внимание, появился новый коммутатор. На этом коммутаторе сконфигурированы две порт-группы, External и Internal, ну, некие условные порт-группы. И сконфигурирован Uplink, то есть полностью подготовлена сеть, ну, для каких-то там работ. То есть машина не пустая, машина настроена. Ну, первый сервер тоже загрузился. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть для первого сервера. Там, на локальном хранилище, должны быть нам доступны файлы папочки ISO, которые мы создали. По поводу сетей, здесь все то же самое. Вы видите, сеть сконфигурировалась. Опять же, прелесть в том, что вы получаете, по сути, унификацию всех настроек. У вас уже не будет ситуации, если, конечно, вы в конфиг-файлах не напутаете. У вас не будет, как очень часто бывает на курсах. Три сервера сконфигурировали. На двух серверах, условно говоря, коммутаторы настроили, а на каком-то забыли. Или там создали его, но какие-то параметры забыли прописать. Или не те параметры прописали. Здесь же за счет того, что отрабатывает скрипт, все абсолютно исполняется. До последней мелочи у вас абсолютно все одинаково. Ну и давайте мы посмотрим хранилище. Вот он и ESXi1. Брауз. Вот она папочка. Вот они дистрибутивчики. Опять же, если бы это была виртуалка, я мог бы той же самой командной строкой эту виртуальную машину сразу зарегистрировать. Подключить ее к сети, ну и так далее. Все вот эти шаги мог бы сделать. Вот у меня сразу готовые все три машины. Ну и давайте мы рассмотрим сценарий последний в демонстрации. Это апгрейд. Обратите внимание, у меня сейчас версия 6.5. Ну и соответственно, билд виден, виден IP-адрес и все прочее. Кстати, давайте мы одну вещь сделаем, чтобы, что называется, потом не было недоразумений в плане того, что он просто перезаписал систему и никакого апгрейда не было, чтобы он новый поставился. 60-й адрес. Подключаемся. Давайте я... Он у меня где-то был даже открыт. Да, вот эта машина 60-й. Давайте мы в рамках этой машины в хранилище создадим папочку. Ну, есть тест, можно назвать, демо. Ну, чтобы было видно, да, что она есть. Если он ее перезапишет, то есть там ничего не будет, значит, систему он просто-напросто взял и перезатер. Можно также какие-нибудь изменения внести в сами настройки. Ну, кстати, давайте тот же самый вот performance сделаем там, допустим, low power. Или там вообще... Ну, давайте так. И после этого мы с вами отправим систему перезагрузку. Ждем появления меню стартового загрузочного по PX. Вот, и выбираем апгрейд. Смотрите, так как апгрейд у нас ссылается уже на другой каталог. Давайте я тоже это покажу. Вот, смотрите, у нас с вами конфиг-файл апгрейдовский, да? Он ссылается на другой каталог. Вот здесь вот, в дефолтном меню. Он ссылается на SXI 6.7. Те же самые boot-кфг, все то же самое. При этом загружается апгрейд кфг объект. То есть он что сделает? Он теперь возьмет дистрибутив не с... Давайте тоже все равно откроем. Не с той папочки, которую мы изначально использовали для установки всех разворачиваемых гипервизоров. Вот эту. А мы используем вот эту новую. Здесь точно так же, конечно, в boot-кфг нужно было внести изменения, что, собственно, я и сделал, опять же, срок согласно рекомендации. Ну и вот он. Апгрейд кфг. Давайте я его тоже подгружу. Вот он. Здесь включается high-performance, то есть он изменяет настройки. И мы увидим с вами, что теперь система не только заапгрейдилась, но и изменили параметры. То есть вы можете... Для чего это... Понятно, что вот этот параметр мне абсолютно на него все равно. Я вам демонстрирую другое, что вы можете в процессе апгрейда произвести модификацию системы, если вам это нужно. То есть вы можете не просто заапгрейдить, вы можете создать коммутаторы, вы можете сконфигурировать там локальные хранилища, вы можете изменить какие-то параметры, прописать что-то новенькое, изменить настройки сети. Ну то есть все, что хотите, все, что доступно в командной строке, вы можете все это сделать. Вот видно, что идет загрузка 6.7. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь такая же процедура идет загрузка скрипта. Сейчас обращайтесь уже к серверу. То есть, по сути, используя PX, вы можете практически весь спектр действий, связанных с разворачиванием систем, выполнять. Конфигурированием, апгрейдом. Пожалуйста, никаких ограничений. Ну, разве что вот так же. Нежелание, может быть, разбираться с командной строкой. И все. То есть, обращаю внимание, что никаких знаний о том, как работает TFTP сервер, загрузки, все не нужно. Все, что прописывается в конфигах, вот у вас, да, которые мы с вами используем, это знания, которые мы подчеркиваем, берем, извлекаем с VMware. Вот, собственно, основной, что и позволяет нам делать. Это вот запуск вот этих скриптов при первой загрузке. Ну, вот, тоже стандартный подход, как вот я вначале говорил, система заапгрейдилась, система автоматически перезагрузилась, и если мы ничего не делаем, идет просто загрузка с локального жесткого диска. Вот. Снова операционная система. Сейчас она загрузится, мы к ней подключимся, увидим, что там хранилище то же самое, что параметры некоторые, ну, в данном случае, параметр работы процессора изменен. И мы получили работоспособную систему, то есть новую абсолютно. Ну, единственное, в процессе апгрейда я не изменял настройки сети, хотя это тоже можно было сделать коммутаторы, там, ну, как вы видели в предыдущих вот демонстрациях здесь. То есть это можно было настроить. Так, ну, вот тут вопрос возник по поводу виртуалки крутится, как он будет делать апгрейд. Еще раз обращаю внимание, что апгрейд у нас происходит только при перезагрузке сервера. То есть у нас сервер, по сути, не имеет работоспособную, рабочую ESXi. Он перезагружается. Объективно там просто не может быть виртуальных машин. В этом плане он отличается от апгрейда, который мы имеем через апдейт менеджер. Апдейт менеджер работает поверх работающего гипервизора. Он машину эвакуирует сначала с этого гипервизора, переводит его в режим обслуживания, а потом делает апгрейд по-живому. Вариант, который я продемонстрировал с использованием PX, апгрейд, он делается, когда операционной системы нет. По сути, он похож на то, что вы наблюдаете, когда берете, опять же, дистрибутив, втыкаете флешку там, к примеру, загружаете с флешки, начинаете процесс установки, к примеру, 6.7. А он говорит, я нашел предыдущую версию гипервизора, там 6.5. Хотите, сделаю апгрейд. Ну, по сути, вот так вот. То есть там не может работать человек машин. Он еще не загрузился даже. Сейчас ждем завершения загрузки. И все. Значит, еще раз смотрите, пока он тут загружается, напоминаю, что файлик, который я использовал, это вот ссылочка. Ну, я потом попрошу, чтобы запись, когда выложат в YouTube, вот эту ссылочку они вам тоже указали, чтобы вы могли спокойно скачать этот файлик, ознакомиться с ним и посмотреть, как это все, собственно, конфигурировать. Еще раз говорю, все очень просто, ничего сложного там нет. Все я вам показал. По большому счету нужно просто там, ну, потратить некоторое время, причем небольшое, на то, чтобы все это настроить, сконфигурировать, и у вас все будет отработать. При этом, опять же, если вот правильно все настроить, никаких проблем уже с работающими с играми тоже нет. То есть пока вы сами не выбираете здесь, что грузить. загружается дефолтная операционная система. Видно, что версия 6.7. Сейчас он загрузится. Если бы я не изменял параметры, второй раз перезагрузки бы не потребовалось. Можно было бы за один раз это все сделать. Все, машина поднялась. Смотрим на... Выключаемся к серверу. Там новый. Сейчас. Синенс. Еще раз. Версия 6.7. Хранилище содержит папочку тест, которую мы создали до этого. То есть никуда ничего не исчезло и, понятное дело, не должно исчезнуть. В настройках, опять же, поменялся параметр. То есть произошла процедура апгрейда и переконфигурирование системы. Вот, собственно, что я и хотел вам продемонстрировать, показать. Для кого-то, я надеюсь, это было полезно. И кому-то это, возможно, будет в помощь. Особенно, если вы частенько разворачиваете сервера. Причем, этот процесс как-то хочется автоматизировать. И возможность автоматизировать с вложенными средствами, которые есть в дорогих лицензиях, вы не обладаете. У вас нет таких возможностей. Вот таким вот образом можно достаточно легко все это сделать. И не сложно.